Всех приветствую на своем канале. Сейчас встала я сегодня по делам и получилось, что уже стала вот так. Ибо я вообще туда планировала на следующей неделе, но у нас уступление в центре Данка отменилось из-за технических проблем. Ну да и хрест с ним. Поэтому я как бы думала, что после уступления зайду в атак, мне не надо было там хуй зачем. Но решила просто с подругой прогуляться. Из плюсов очень хорошо выгулились. Из того, что я купила, я не покажу только два продукта. Это гели для душа я покупала в подарок. Но так как это в подарок и есть процентов 90, что человек меня увидит, то это уже будет не подарок, то бишь не сюрприз. Ну, пусть это подарок, но не сюрприз. Поэтому я просто покажу, что я приобрела. Взяла я вот вообще на самом деле я кушала сегодня где-то около двух дня. И вот до сих пор сейчас у нас сколько же времени-то телефон у меня глючит. Алкотель дурацкая. Вообще я подозреваю, что все смартфоны на андроиде в том или ином мере глючат. Но этот, видимо, совсем такой уже может помирать собрался. Ему скоро три года, год. Видимо время... А вот, сейчас у нас уже восемь вечера. Даже шесть минут девятого. Я пришла и очень хотела кушать. Но так как меня что-то второй день, точнее даже третий, достают люди с общением, вот просто жуть как достали, настолько достали, что уже просто хотела опять написать ВКонтакте, типа люди, как же вы меня достали. Но это, как я поняла, запись совершенно не действует, потому что начинают еще больше доставать людей с общением со своим. У меня висит период, я думала, что вернусь часов пять домой, но получилось, что около семи. Очень хотела есть, думаю, сейчас приду поем. Потом думаю, нет, сначала обозрю, поем. Потом получилось так, что меня все-таки достали люди, мне надо было затормозиться, чисто пока красила ногти, смотрела серию аниме. В общем, вот, да, я все еще не ела. Я купила на развес эти кукурузные палочки, как-то там у них был такой огромный мешок этих палочек атаковских. Я их купила, и они мне очень понравились. Тут огромного мешка отдельно никто не взвешивал, я просто несколько совочек, по-моему, здесь совочка тут взяла. Думаю, сейчас как раз за хомячик. А ела-то я сегодня только одну маленькую тушку тилапии. Вообще, кстати, что хочу сказать, я очень хотела доехать на высшей лиге, но у меня все как-то не доходили руки, ноги и так далее, как бы вообще другой конец города, за арахисовой пастой, арахисовой пастой без арахиса тертого. Ну, просто без кусочков, чисто как я брала. Одно из трех, что я тогда брала, ну, в общем, они тогда стоили по 118 с чем-то, да. Вот тут я в атаке увидела арахисовую пасту. Одна 510 мл, даже помню, 900, 510 мл, короче, стоила 296 рублей. Там было рапсовое масло в составе соли и арахис. Ну, так как я как-то рапсовое масло, ну, я ничего против него не имею, но мне вкус не очень нравится, я думаю, что с арахисом оно, возможно, не очень даже и сочетается. Или мне вот так кажется, показало бы, что оно не очень сочеталось бы. В чистом виде арахисовое масло, арахис и рапсовое масло. Потом было какое-то, типа паста такая, шоколад с какао, ну, там какой-то такой сверхъестественный состав был, что я бы не рискнула, это есть. Снова я делаю. И я в результате увидела еще вот эту, она там стоила сейчас, ну, исключительно в атаке, она стоит 120 рублей. Вот в высшей лиге я по 119 покупала. И вот та, которую я как раз не хотела, но там единственное шепутное было, это с кусочками арахиса. Я просто подумала, что эти за 300 рублей пол-литра, или оно у меня испортится раньше, чем я его съем. И плюс еще минус был то, что оно с рапсовым маслом добавлено, и я решила как-то не брать, не рисковать. Я взяла ту, которую я уже ела, и хоть она с кусочками арахиса, думаю, фиг с ним пожую. Вот такую пасту я купила. В общем, у нас в Атаке теперь можно купить арахисовую пасту. Наконец-то. Я тут купила, вообще мы с подругой тогда зашли, ее встретила на одном своего мужа. Ну, в результате, так как мне надо было в основном чисто гель для душа найти, то как бы, чтобы друг друга не напрягать, мы как-то разошлись уже с ней. Она пошла по своим делам, посмотреть то, что ей нужно. Я пошла искать то, что нужно мне. И первое, на что я напоролась, это были... Сейчас я сто-возь и вну. У меня уже дня четыре, наверное, бессонница. Но еще в основном, потому что некоторые люди вот месяца два меня игнорят, а потом решают со мной часа в два ночи пообщаться. Часов до четырех. Ну, смысл жизни, блин, только до четырех утра со мной общаться. А то, что у меня потом бессонница еще хуже, как-то пофигу. Вот мой коллега по работе теперь мне не отвечает, когда я в раннюю, не японское утро, то бишь позднюю российскую ночь что-то вдруг напишу, чтобы не продлевать бессонницу. А остальные как-то совершенно обо мне не заботятся. А заботятся только о себе любимых. Короче, тут у нас подушечки развесные, шоколадные. Мне состав, в принципе, понравился. Муха, сахар, мука, кукурузная, масло подсолнечное, крупа кукурузная, какао-порошок, молоко сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, соевый лецитин, соль и ванилин. Тут у нас 164 грамма и 31,31. По-моему, тут оно по 190 рублей, 190 рублей 90 копеек, скажем так, килограмм. Вот, подушечки. Я что-то давно хотела какие-нибудь подушечки шоколадные, но вот в магните там или еще где-нибудь смотрю, там везде там поймовое масло. Вы уж как хотите, можете его лопать, если оно вам нравится, но я как-то не хочу. А, и вот что, еще там была, в общем, арахисовая паста. Может быть, неплохой состав. Соль, сахар, арахис тертый, значит, да, жареный тертый арахис. И масло растительное. Но так как производство Беларусь, а когда мы первый раз, я ездила в Беларусью, на Турцию, нам местная гидша сказала, что у них вполне себе в молочной продукции добавляется, допустим, ваневого масла, это не скрывается, то я решила, что, скорее всего, в этом арахисовой пасте, скорее всего, было именно пальмовое масло. Если кто из Беларуси смотрит и думает, что это иначе, можете сказать свое мнение. Это оно не воспрещается. В общем, я купила там какой-то был зефир, пасту, в таких вот этих пакетиках, я как-то, кажется, уже брала, и он мне вроде как понравился, зефир джизель внутри с каким-то джемом. Я первый раз, когда брала, я что-то думала, что это прикол, что не то, наверное, взяла, по-моему, оно в реале внутри с джемом если разрезать, раскусить, то там будет какой-то взял. То ли клубничное, то ли еще что-то. У меня, конечно, есть чек, но они так пропечатывают, что не всегда понятно, что там. В общем, я взяла себе 6 штучек в отдельных упаковочках на пакетике. Взяла себе каждый день простокваши. Это у нас что вообще делать-то? Владимирская область. По-моему, Владимирское молоко тоже вкусное. Мы там одно время как-то с подружкой ездили дикарями, как так сказать, жили в хостеле при протестантской церкви, при том, что она православная, я верю в великую лёльку, то бишь с меня. Но мы дней 5-6, наверное, во Владимирской области были. Там, в принципе, было вкусное молоко у них. Причем, вот простокваша. Я думаю, простокваша была тоже нормальная. Я купила еще ряженку. Я как-то покупала ряженку вот в 2 раза меньше такой, вот 250 мл. И такой же фирмы покупала ряженку, не ряженку, а кефир 3,2. И мне Маша тогда еще сказала, что кефир какой-то, ну, ей не понравился, типа ярославский, и рыбинский лучше. Это у нас, кажется, торжок, и вот в торжке мы тоже были, и тверское, да, торжок, мне молоко у них нравится. Но вот кефир действительно мне как-то не очень показался, а ряженка понравилась, поэтому я решила взять большую упаковку, скажем так, полулитровую, 4% тут жирности. и я думаю, что в принципе она должна быть нормальной. Так, еще мне Маша как раз сказала, что там какой-то зефир был, супер дешевый, 7 рублей упаковка. Я что-то так стала смотреть этот зефир, но у меня мало зефира одного, да. У меня как раз сладкое сейчас заканчивается, у меня вот осталось там какие-то немножко шоколада в фондюшке, я все-таки, видимо, его не ведь доела. Я помню про запрос про эту фондюшку, я запишу как-нибудь. И у меня еще осталась упаковка конфет, почти полная коробочка от Елены, от подписчицы, эти мята в шоколаде. Плоские такие. Короче, вот такая упаковка 150 грамм, 7 рублей с копейками. Свежий, нормальный зефир. В чем прикол, не знаю. Я думала, что, ну, какие-то там были помятенькие, может, из-за того, что он был помятенький, поэтому у него такая скидка. Там написано, что якобы изначальная цена 23 рубля, а вот по скидке 7 рублей. Но так как у нас было тут на днях чай пить, я как раз с этим зефиром, она говорила, что покупала там-то зефир, вполне нормальный зефир был. То я решила, что могу и нет. Когда-то давно я была в Казани, мне очень понравился там чак-чак. Я знаю, что, в принципе, потом привозят из Казани в разные города России. И что-то я все время как-то врезговала покупать его после Казани. И до Казани-то я его как-то не покупала. Ну, тут, в принципе, я почитала, тут нормальный состав именно такой, как и должен быть. Тут национальное кондитерское изделие, чак-чак, мука пшеничная, высшего сорта, масло подсолнечное, рафинированное, дезорированное, натуральный мед, куриное яйцо, сахар, песок и соль. 90 суток он живет, и он у нас 27 ноября сделан. В принципе, какой-то из них, Агадима с Морозом, он все-таки, ну, не сильно проминается, там-то он мягонький такой был в магазине. Короче, вот, 13 рублей, кажется, что-то там в Атаке наполовину продукта были какие-то типа скидка, ну, я месяц или сколько-то там назад была, и что-то покупала, но по скидке было как-то дешевле, чем сейчас эта скидка. Я думаю, что там просто на половину товара клеят желтые оценники, пишут, что это скидка, и так больше шансов, что человек купит, как бы, да. В общем, купила я себе лакомо сыр плавленый сливочный 200 грамм. Сделано в России, прям, в руль качества. Состав вполне тут нормальный, ну, честно, мне лень читать его. По крайней мере, тут нет пальмового масла, поэтому я его взяла. Там еще было с ветчиной и с грибами, но так как я когда ем вот эти сыры плавленые или вот такие в треугольничках, типа виола, с ветчиной или с грибами, это ощущение, что туда фольгу кладут в маленьких кусочках. Короче, я взяла себе вот такой, давно хотела себе какой-нибудь плавленый сыр без никто, без всяких добавок. И вот, увидела, я думаю, сегодня как раз бутербродиков все сделают. Ой. Купила я себе еще вот такую фигню. Я вообще там искала в разделе для этих похудеющих, диабетиков и так далее. Иногда там бывает какой-нибудь ну что-то по типу льняные зерна, еще что-то. Льняное семя у меня есть, у меня надо было овсяное толокно, но его, к сожалению, не было. И у меня его сейчас нету. Я даже не знаю, где его сейчас купить, но помимо озона. И вот я увидела такую фигню. Мир здоровья. Кажется, 23 рубля стоило. Абликосово-аблипиховый нектар, обогащенный пектином. Состав вполне нормальный. Тут 200 миллилитров. Сава производства российская. И я у этой савы как-то брала два раза, по-моему, чернику протертую сахаром. Вполне себе нормально. Думаю, может, или с чаем, так, или с булочкой, или с печеньем. И последний пакет, это у меня уже сам по себе. Я купила себе молоко народное, а вообще такое покупала в бутылке. И вот почему-то в бутылке оно было допустим, через два дня у него срок годности закончится. А это вчерашнее. Причем оно как-то дешевле, чем в бутылке было. Там угля на два, что ли. Я посмотрела по срокам и решила взять то, что еще поживет. В общем, вот такой у меня был обзор. Я, как понимаю, люди любят эти обзоры еды. Всем спасибо за просмотр. Ну и до новых встреч. Пока.